Как нам рассказали местные жители, дом номер 14 по спуску Маринеска является аварийным и малоценным с 1976 года. Дом в буквальном смысле трещит по швам и сползает в балку. Люди неоднократно писали обращения в ЖКС, райадминистрацию и мэрию, но в ответ получают только отписки. Можете сказать, в каких тут условиях люди живут? Трещины идут из-за того, что... Я за свой могу. У нас трещины идут, дом садится. А вот тот Семененко, тот трамвай идет, он дрожит. Сейчас завалилось дома, дрожит. Сейчас пустят трамвай вообще. А 14-й, то же самое, что и мой. Алена живет в аварийном доме уже почти 10 лет. За это время неоднократно делала ремонты, но трещины возвращаются вновь и вновь. Обещали Дашу выселят, но пока еще никто ничего не... А какие условия, что вы замечали? Слышно ли треск стен или что-то еще? Мы сделали капитальный ремонт, но трещина снова появляется. Вот однокомнатная квартира, мы капитальный ремонт сделали уже второй раз, но трещины появляются снова и снова. Вот, я вижу одну здесь трещину. Сейчас люди просят починить крыши, установить подпорки, чтобы здание не рухнуло, как это произошло на торговой. Председатель УСМД соседнего дома на спуске Маринеска-16 считает, что 14-й номер нуждается в дополнительных экспертизах. Он считается малоцельным и ветхим, и то правооборотная часть. Для того, чтобы он считался полностью, для этого нужно проводить экспертизы, никто же этого не делает. Но то, что он вот-вот рухнет, особенно вот та часть, которая ближе к мойке, это однозначно. По словам чиновников, работы по укреплению флигеля и ремонту кровли относятся к капитальным и выполняются только в случае, если выделят деньги из городского бюджета. В этом году должен быть разработан рабочий проект ремонта. 300 тысяч гривен на это уже есть. У местных жителей имеются и вопросы по ремонту фасада. Нашим горсоветам в реестр домов фоновой исторической застройки. И на них выделены деньги городом. Они должны пойти на фасад и на кровлю этих двух домов. Первого и второго. Но я не могу полтора года понять, кто за это отвечает. Конкретное лицо, конкретная служба. И когда они займутся за восстановление фасада и восстановление кровли 16-го и 18-го домов. Также многие люди жалуются на затянувшуюся реконструкцию проезжей части и тротуаров на спуске Маринеско. Но ради качественного ремонта одесситы готовы подождать. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, Константин Нищерет, телеканал Репортер.